Новая эра в истории британской армии. Военные делают ставку на технологии будущего. Что уже тестируют, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Новый шеф британской армии только в начале месяца приступил к выполнению своих обязанностей, но уже разработал стратегию модернизации войск. У генерала Марка Карлтона Смита богатый послужной список. Он возглавлял силы специального назначения и был директором по стратегии Минобороны. Генерал уверен, армию необходимо менять и ставку нужно делать на технологии. Это касается не только войны в киберпространстве, но и на поле битвы. Уже в ноябре Генштаб проведет самые масштабные учения с применением беспилотников и роботов. Это будут прототипы дронов, самоуправляемых грузовых автомобилей и кораблей нового поколения. Учения под названием «Автономный войн» продлятся 4 недели. В них примут участие бронетанковая пехота, морские пехотинцы, Королевские воздушные силы, а также армия США. Меня интересуют новые возможности. Автономная техника, робототехника и искусственный интеллект. А также достижения в расширении зоны поражения, точности и скрытности наших платформ, наших боеприпасов и наших датчиков. Мы не можем позволить себе отставать от противников в нынешнем мире, когда конкуренция растет, а темпы перемен ускоряются. О необходимости изменений в системе обороны говорят и в парламенте. Комитет Палаты общин выпустил доклад, в котором настаивает на увеличении расходов на армию. Сейчас Британия тратит 2% от ВВП на оборону, как и требует в НАТО. Но по оценке депутатов, армия находится в стесненных условиях. Не хватает танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок. Нужны новые многоуровневые системы противовоздушной и противолодочной обороны. И хотя сейчас британский военный бюджет по объему самый значительный в Европе, этого недостаточно, считают депутаты. Особенно в свете постоянных военных угроз, терроризма, экстремизма и кибератак. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.